Продолжение следует... 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 Я понял слова Будды тогда о том, что Будда говорил своим ученикам, «Я могу вам показать путь, но реализация зависит от вас». То есть пройти этот путь вам придётся самим. Всё равно, невзирая ни на что, я не могу пройти за вас этот путь. И это человеческая ситуация, это дело каждого из нас. Я понял, что Гроф показал очень и очень важные вещи. Это вот совершило действительно фундаментальный поворот в моей жизни. Я стал членом этого подпольного трансперсонального кружка, ядро которого составляли переводчики, бывшие инженеры-электрончики, которые решили не служить. Виталий Николаевич Михейкин жил на 40 рублей в начале 80-х годов. Это меньше, чем самая минимальная пенсия. Столько денег он получал за свои самоздатовские вещи. Очень скромно. Но он не был включён в систему. И вот в этой ситуации таких регулярных встреч мы жили, переводили, общались. Но тут грянула перестройка. И перепутала все карты бесконечной подпольной сладостной жизни, мистической. Потому что в Россию стали приезжать разные люди. Майкл Мёрфи, директор Института СЛН, делегации гуманистических трансперсональных психологов. Почему-то они к Ломову попадали в Институт психологии, а он туда не пускал никого со стороны. Интересные вещи были. Вот Джон Лили приехал в Москву, там тоже легендарный человек, книги, которые были у нас переведены в подполье, в нашем кружке, там центр циклона и парный циклон. А тут сам Джон Лили приехал, говорит, в Черковском. Мы с ним на кухню Черковского общаемся. И он просит у меня... Ты, говорит, не знаешь, где в России можно достать китамин? И я ошарашен, потому что как-то вот так вот это не вязалось. Тут великий Джон Лили, человек и дельфин, и тут жена, которая... Юная жена, а он старик. И жена вокруг хлопочет и боится, как бы он действительно не нашёл чего-нибудь здесь, и снова там не началось такое. И первые визиты ребёферов в Россию, и семинар Сондра Рэй приехала с делегацией, и мне такая безумная идея возникла – предложить ей продышать Черковского. Ну, Сондра за это ухватилась, но Черковский как-то вот сманкировал, и не пришёл на специально для него назначенный сеанс ребёфинку. Но зато много москвичей и гостей столицы поучаствовало в этом семинаре, и окунулись в этот мир. Это тоже породило какие-то очень интересные инициативы. То есть в 80-м году я впервые поехал в Соединённые Штаты вместе с Славом... В 90-м году, извините, со Славой Цапкиным, и мы объехали все важнейшие трансперсональные центры. Там я познакомился с Минделлами, пригласил их в Москву. И в Институте Сейбрук мы договорились о первой советско-тогда американской конференции по гуманистической и трансперсональной психологии. И эта конференция состоялась в 91-м году. Она состоялась в Голицыно, в Подмосковье. Приехал цвет Сейбрука, цвет американской трансперсональной... свето-американской трансперсонологии. И было очень-очень интересно. Я сейчас ищу, где же у меня тут приготовленная АТПП... А вот, наверное, здесь вот. Маленький фрагментик из этой конференции я хочу просто вам показать. У меня, к сожалению, нет такого хорошего качества. Но, по крайней мере, там маленький кусочек даст какое-то представление о том, что тогда происходило. Голицыно... Это фрагмент выставки. На этой конференции выставка Сергея Раконголия, художника. Тогда он жил в Москве, сейчас в Петербурге. Тогда были такие волшебные орнаменты, лабиринты. Он с семьей, с детьми. Да, это я тогда, в 91-м году, пытаясь играть на плейте, на конференции Ряда Садурина. Это мой профессор. Вот тогда были очень важные события. Позже. Похоже, да? Много лет назад, но тем не менее, вроде бы, это я. Вот и в 92-м году состоялась вторая конференция московская, вернее, советско-американская по гуманистической трансперсональной психологии. Я параллельно учился у Грофа с 90-го года на Гроф Трансперсон Тренинг, который закончил в 93-м году. Стал вести семинары. Серёжа Всехсвятский после такого эпохального возвращения, после полгодовой воежа в Соединённых Штатах вернулся с гениальным проектом Международной Ассоциации Свободного Дыхания, которое стало центром, собирающим, концентрирующим не только тех людей, которые занимались дыханием, дыхательными практиками, но и в целом людей, которые, ну, можно назвать эволюционистами, которые собирали разные практики, методы и привносили. И это было таким алхимическим сосудом, горнилом. И на этой конференции мы встречались, Серёжа с командой, Володя Козлов, который был вчера, Саша Гершон, который будет сегодня вечером вести мастер-класс по танцевально-двигательной терапии, и ещё десятки замечательных пламенных лидеров тогдашнего эволюционного движения. Каждый имел тогда уже свои особенности. Серёжа там сводил людей к свободе, он такой сводник свободы или свободник, там у него там называется на сленге сокращение. Володя Козлов там уже тогда вот интегрировал всё, всё объединял. Саша Гершон жил танцуя. Ну и я выступал тоже с разными инициативами, интересными вещами. И вот где-то после всех этих вот замечательных жизней я начал уже, да, вот издательскую деятельность, издал первые книжки в серии текста «Трансперциональная психология». И возникло всё более и более горячее желание придать этому какую-то институциональную форму, то есть создать такую профессиональную трансперциональную ассоциацию. И вот в качестве какого-то первого шага для того, чтобы, ну, можно было вот начать объединять людей, заявить, я решил первую конференцию «Трансперциональную российскую» сорганизовать. И громогласно об этом объявил. Ну, благо дело там было много достаточно пространств, семинаров, и везде в сетях было объявлено, что осенью 96-го года в Подмосковье состоится первая российская трансперсональная конференция. И у меня даже название родилось. «Между любовью и смертью» – «Маятник человеческого бытия». Такое вот фундаментальное название, которое «И жизнь и смерть в одних часах, о, странное родство, любовь и смерть, сильнее, чем смерть, любовь». Там такие пламенные фразы из мировой культуры стучали в голове, переполняли меня. И я отправился с семьёй отдыхать в Крым летом и надеялся, что, само собой, так начнёт всё возникать. Конференция облетёт плоть, всё будет понятно, ясно, и мы покажем. Ну, шли дни, а в голове было пусто. Ничего не возникало. Я садился, пытался через дисциплину, но ничего не приходило. И постепенно, и постепенно стало возрастать беспокойство, стало возрастать недовольство собой, стало возрастать понимание, что... Ну, помните, вот в старом фильме «Неоконченная пьеса» для механического пианино Никиты Михалкова? Там один из героев с обрыва прыгает в реку, чтобы утопиться. Ну, там мелко оказалось. И вот он в отчаянии идёт, там шарф какой-то за ним по воде волочится, и он в небо кричит. «Мне 30 лет, и я ничто!» С такой, с упоением даже, с самопичеванием. И вот я тоже вот в Крыму там бродил, изматывал себя там, и ничего не приходило. И я думал, боже мой, вот я веду семинары там, я уже встретил своего духовного учителя, я закончил трансперсональный тренинг Грофа там, издаю книги там, люди ко мне ходят на семинары, считают каким-то авторитетом, там учатся психотерапевты. А мне бывает плохо, я не могу справиться с сильными эмоциями, и я не знаю, что делать. И вот это состояние продолжалось, продолжалось, и становилось всё темнее, и ничего не помогало. Даже Ай-Петри, которую я так люблю, и куда я... Каждый раз, когда я в Крыму, я забираюсь и иногда провожу целыми днями. И вот в один из этих дней, совершенно в полном отчаянии, я стал забираться туда выше, в Верхнюю Ялту, и уставший присел на автобусной остановке, и, поднявши глаза, вдруг увидел чёрный плакат. И на чёрном плакате белыми буквами я увидел текст. Было написано «Жизнь» с восклицательным знаком. О, жизнь! Дальше, следующее слово «Как в ней разобраться?» И большой вопросительный знак. И вдруг это откликнулось во мне. «Жизнь! Как в ней разобраться?» Стал про себя повторять я. «Жизнь! Как в ней разобраться?» Вот как-то вот на разный лад. «Жизнь, как в ней разобраться?» Казнить нельзя, помиловать, как мы можем там варьировать бесконечно. Так я стал про себя повторять, бесконечно варьируя эти слова. «Жизнь! Как в ней разобраться?» Жизнь! И всё забурлило, застучало. Внутри меня молоточки сердца. Заработал мозг. И я стал вспоминать. Я стал наполняться этим пульсом жизни, этим горным, петровским воздухом, этим видом с верхушки предгория Ялты, морского простора. И тут внезапно внизу маленькими чёрными буквами я увидел ещё надпись «Григорий Гамм». Я тогда не понял, что это такое. Но окрылённый уже энергичным шагом я спустился к Ялту, пошёл на рынок и увидел, что через всю рыночную площадь на большой перетяжке та же самая риющая надпись «Жизнь! Как в ней разобраться?» Я уже знал, что это для меня. Я знал, что разобраться в жизни можно, нужно. И сами стали возникать и наполняться очертания конференции. И это событие должно было происходить в главном кинотеатре города Ялты. И я уже понял, что я туда не пойду. Потому что я уже понял, что это было время, когда в Россию приезжали десятки протестантских проповедников с Америки, с Европы. И я примерно знал, что там ждать. Ну, какие-то такие душеспасительные беседы на тему Библии. Для меня это было уже неважно, потому что я понял, что жизнь есть, и в ней можно разобраться, что бы то ни было. И в этот же день я написал программу конференции. Всё родилось как вот из пустоты, из отчаяния, из ничего. И программа состояла из нескольких слоёв. То есть на внешнем слое это была выставка как бы таких эволюционных достижений России. Было много очень интересных передовых лидеров, представляющих разные направления, разные практики. Впервые, кстати, на этой конференции в России было показано огнехождение. Лариса Виленская или Лора Фейт из Соединённых Штатов проводила. Были очень-очень интересные люди. Серёжа Всесвятский показал такую камерную версию садо-мазотерапии, помню. Было дело, кто-то сейчас понимающий улыбается. Что? Что, Серёж? Какой же камерный у нас кто человек? Ну, камерный, я имею в виду, там ограничены было. Два часа у тебя всего лишь. Это камерный. Больше не надо. Ну, кому как. Вот. И сейчас... Это примерно вот программа конференции. Она была построена на другом уровне, была построена как пять ступеней алхимического процесса. Ну, в соответствии с алхимией мы знаем, что алхимия — это наука о преображении, о метаморфозе, нечистого в чистые. И с помощью философского камня сущности всего и вся нечистые металлы превращаются в золото. Вот в соседнем зале, как раз я только что зашёл, поприветствовал Лёва Хигая, который в Институте психоанализа возглавляет юнгианскую программу. И вот для Юнга как раз 30 лет последних его жизни алхимия была главной моделью психотерапии и индивидуации, то есть вообще человеческого развития. И мы приготовили как раз конференцию по модели алхимии. Тело приготовления тигла, перемешивание, любовь, возгонка, экстаз, очистка и смерть, возрождение, трансмутация. И в конечном счёте у нас было создание андрогина. Ну и для того, чтобы как-то вот... Да, и тайна или внутренняя линия – это линии, связанные с андрогином, с мужским и женским. Там у нас было посвящение мужчины, посвящение в женщины, карнавал карнавалов, такой спонтанный импровизационный процесс, который делал Миша Жуков, музыкальную часть, а структурную, мы с Мишей Бурняшевым проводили. У нас были короли и королевы востока, запада, юга и... восток, запад, юг и севера. И было такое определённое вот массовое карнавал и состязание. В общем, всё было замечательно, как нам кажется. И через некоторое время действительно, у нас была вторая конференция. Сейчас я покажу маленький кусочек с первой конференции «Карнавал карнавалов», чтобы вам дать некоторую вкусную картинку. смешивание с которым мы... по сути дела, всё начиналось как процесс, как импровизация. Не было никакой задумки, мы следовали процесса, это чисто такое процессуальное, миндеворское действие. вот потихонечку, как бы, всё там развивалось, массовый процесс, обогревалось шариками каждого инструмента, и постепенно самостоятельно организовывалось. Конечно же, было много, много такого эротичного во всём происходящем, и даже сексуального. Но для того, чтобы было как-то минимизировать проблемы для всех участников, у нас был контракт на этой конференции. Целебат, о котором вчера так хорошо кто-то говорил. То есть запрет на сексуальные отношения для участников во время конференции, чтобы никто никого не соблазнял. А если соблазнял, то все понимали, что за этим ничего не последует, безопасно. Вот, ну, как потом мы узнали, не все соблюдали данные обязательства. Я не помню, Володя, там такого запретов. Нет, вы. Миша Борняшев, ветер несётся. Как раз это сейчас системные семейные расстановки. Миша Борняшев. Миша Борняшев. Противация работы. Работа. Сложно. Работа. Дальше я показывать не буду. Но вы понимаете, у нас был ещё конкурс стриптиза мужского и женского. Но я его тоже показывать не буду. Мы в интернете его не вывешиваем, это часть истории, но поскольку это затрагивает некоторые вещи такие вот деликатные. И как бы вот у меня есть ещё кусочек, связанный с огнехождением, с этой конференцией. Силы огня! Никулина, вот Лариса Киренская, покойная, она проводила как раз огнехождение. Огонь реальный, абсолютно. Видите, как вот. В туалетах. Вот мы там дальше. Идём жарче, жарче. Там с аргумы станет. Канамера Георги Никарейского с аргумыса. Георги Никарей поснимает, кстати. Ну и вот так вот. Входим, подняемся, хорошо. Так, и... Ну-ка, ещё не хочет. Застревает, что-то не хочет открываться. Смерть, многообразие, чувство стыда, чувство брошенности и униженности, что выбирает на тебя от другого. Смерть, что-то целостных членов. Казахстан. Казахстан. Члены речь, но просто не счёт. Спокойное место, трава в этом заревении и в этом хазахстане. Слышные отношения. О ней все сказано. Главное, более мягким. Боль. Настолько, что я проснул где-то часов, наверное, в 5 или в 6. И так далее, маленький. Потом последовала конференция 97-го года. А тут тоже Бронислав. Смотрите, он поет здесь. Он нам не спел, а там поет. Про которого уже ничего никто не знает, и про него взятки и гладкие, которые, как говорится, начали этот календарь в 1697 году до нашей эры. Кто? Ну вот, маленькие фрагменты, папури. И теперь вы понимаете, как эта конференция связана с той конференцией, почему существует некоторая такая нераздельная линия. Ну, я не мыслю свою жизнь вне вот этого движения, движения духовно-ориентированного, эволюционного, транспарсонального и профессионального плане, и в плане личной вовлеченности. И мне страшно повезло оказаться вот где-то на каких-то перекрестьях этого направления. И в теме «20 лет спустя» как раз слились воедино моя личная история, история моего понимания любви и смерти, какие-то линии истории транспарсональной психологии в России, истории нашей ассоциации. Более подробно о моём нынешнем понимании любви и почему без буддизма, по моему мнению, невозможно реализовать в России истину максимальную христианской любви, я расскажу на своём мастер-классе. Спасибо за внимание. А сейчас Герман объявит. Продолжение следует...